Сегодня мы здесь, чтобы отметить историческое событие. Наконец-то начинается в Нарве строительство нового и современного жилья. Пауза была более 30 лет. Яна, скажите, пожалуйста, вот школа, на месте которой мы сейчас стоим, была снесена в 2007 году. Когда приобрела ваша фирма этот участок и почему строить начали только сейчас? Вали Гравидини Свара проебрал этот участок в 2016 году. После этого сперва пришлось делать деталь планировку, которую взял три года. Тогда начали проектировать, после этого тоже пошел дополнительно годик. И тогда мы начали в 2021 году уже осенью подготовительные работы для строительства, для начала строительства. В это же время уже мы как бы подали это годотайство для получения разрешения на строительство. Но, к сожалению, и то есть у нас все было готово для того, чтобы начинать строительные работы весной прошлого года. Но, как вы отлично знаете, 24 февраля началась война. И это полностью изменило экономическую и вообще ситуацию, геополическую ситуацию в мире. И из-за этого мы как бы не начали это строительство в прошлом году. Но начали сегодня, то есть полтора года позже. Да. А что за это время изменилось с людьми, с экономикой? Может быть, какие-то были конкретные трудности в отношении вашего проекта? Почему все-таки именно сейчас? Чему, конечно, мы рады? Потому что все-таки все стало к сегодняшнему дню более понятным и стабильным. В этом плане, что начинаем с того, что строительная цена уже как бы более понятная. Потому что в прошлом году там после начала войны были очень большие как бы эти проблемы с получением стройматериалов. Но вообще, как бы полностью там эта ситуация была такая неопределенная. Так что это одно. Другое то, что все-таки так как мы планируем жилые площади, тогда мы сегодня знаем, что мы надеемся, что, например, может быть, эти учителя, которые в Нарве будут, может быть, они будут заинтересованы купить себя из сюда. Может быть, люди, как вы отлично знаете, в Нарве началось строительство магнитного завода. Там будет много инженерно-технического персонала, который придет и снаружи. Так что, может быть, они... Так что, ну, нам кажется, что как бы время... Пришло. Пришло, да. В Нарве достаточно много вторичного жилья. Чем вы хотите привлечь своих потенциальных покупателей своего жилья? Ну, чтобы на самом деле у них не было соблазна сэкономить, перейти во вторичное жилье, а именно вот прийти к вам. Ну, первый, наверное, самый такой веский аргумент – это место. Эти виды отсюда. Ну, вы отлично знаете, что это пятикроновый вид, который, ну, по-моему, очень хорошо известен уже не только в Эстонии, а и в других местах. Так что это место – это, что здесь, нижу, очень хорошие уже эти пляжи, и как бы, как бы, как бы эти, ну, для отдыха такие. Ну, то есть, это все. И город тоже очень близко, потому что говорят, что Нарва – город 15 минут, что везде можно, всюду можно успеть за 15 минут, то есть пешком. То есть, здесь не надо, как бы, куда-то очень далеко ездить. Ну, а если, положим, мы с вами зайдем сейчас уже в построенный дом в нашем воображении, то что он будет собой представлять? Важно понимать то, что мы не строим, мы хоть сегодня планируем, так, не строить одно здание, а все-таки здесь будет пять зданий. То есть, это не только модные и современные квартиры. Вы можете там внутри, в палатке, есть эти, как бы, планы этажей, можно смотреть, как они выглядят. И есть эти 3D-виды вот этого окружения, которое здесь будет. То есть, важно понимать того, что и внутри здания все модно, квалитетно и современно. И вокруг зданий тоже вот эта среда будет модная и современная. Не говоря о том, что все, что здесь еще немножко подальше, то есть, это Нарвский пич и эти красивые виды. Ну, то есть, мы надеемся, что все это очень интересно будет. Да, ну, конечно, когда познакомишься с описанием квартиры, то возникает вопрос, и я его задам. Конечно, все эти окна от пола до потолка, полы с подогревом, двухэтажные квартиры двухуровневые, возможность нормального вентилирования, обогрева. Это все, конечно, очень притягательно и очень интересно. В некоторых, извиняюсь, в некоторых квартирах тоже есть и это охлаждение. Да, кондиционирование, да. Так я даже вот боюсь спросить, какая стоимость будет квадратного метра. И я, собственно говоря, к этому и веду. Стоимость будет, начинает примерно с 3200 евро за квадратный метр. И выше это зависит уже от того, какие виды с квартиры открываются. Ага, от вида зависит. А как соотносится это вот со средней стоимостью нового жилья по республике? Это относится очень хорошо, если мы говорим о Эстонии. Ну, то есть, скажем так, что вы же сами понимаете, что строительство, цена строительства везде одинаковая в Эстонии. Я бы сказал даже, что в Нарве это дороже, чем в Тайлине, например, потому что очень многие фирмы должны сюда приехать работать, к сожалению. Мы не можем найти на месте, то есть, комплектировать полностью все виды работ с местными фирмами, к сожалению. Так что строительство в Нарве, что все поняли, это дороже, чем цена строительства в Тайлине. Но вы знаете, что в Тайлине в некоторых районах квартиры стоят там даже уже выше 5 тысяч евро, квадратный метр, даже 6 тысяч. Так что, учитывая, что здесь мы начинаем с 3200, ну, так это получается, и посмотрим. Скажите, прошла информация, что некоторые квартиры уже забронированы. Это действительно так? И кто эти потенциальные покупатели? Я знаю, что интерес большой. У нас было очень много, то есть, немало квартир были забронированы, когда мы делали продажи для того здания, которое мы должны были начать полтора года назад. То есть, это мы, эти планировки мы все почистили. Сейчас как бы начинаем с пустого стола, с начала. Но я бы сказал, что такой устный интерес большой, очень много звонков. И я не буду сказать, как бы количество этих людей, которые заинтересованы, но их немало, скажем, там выше 30 уже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!